Всем привет! Вы на канале VSD. Недавно я снимал видос, как я начал восстанавливать свою семью после двухнедельного отсутствия. Ну и сегодня мы продолжим этим заниматься. Я уже покажу предварительный результат, насколько увиделся актив в моей семье, как мы заработали рекордное количество денег за один день семьи, конечно же улучшение автопарка, как всегда. Покажу, как меня деймят мои хейтеры абсолютно каждый день и как я с этим справляюсь. Пооткрываем автокейсы и много всего другого. Сейчас я вот на таком крутом гелике, и если ты хочешь его получить, то просто переходи по моей ссылке в описании и скачивай абсолютно новый лаунчер. После этого вводишь мой промокод, хэштег VSD, получаешь такой вот крутой гелик и много других плюшек. Скин Влада А4, эксклюзивный аксессуар и также голд вип. Ну а начать я хочу с моих любимых автокейсов, потому что из них часто выпадает что-то крутое и может быть что-нибудь мы добавим в семью. В прошлом видеоролике мне выпал Бэтмобиль, но к сожалению он у меня или к счастью есть уже в семье, и поэтому я его просто продал. Ну а сегодня я решил открыть целых два автокейса, до этого вне ролика я открывал еще четыре автокейса, и из них мне сначала выпала машина, о которой расскажу чуть позже. Очень крутая машина, которая стоит в районе 20 миллионов. И также мне выпало три мустанга, то есть три раза подряд мне выпал мустанг. Поэтому давайте сейчас откроем, у меня вообще хватает на три автокейса, но давайте купим два. Я думаю этого будет достаточно. Ждем, и надеюсь мне в этот раз выпадет что-нибудь хорошее, потому что как бы три мустанга у меня уже выпало, и уже как бы должно быть что-нибудь нормальное, а не как всегда. Поэтому, ну вообще моя цель выбить что-нибудь эксклюзивное, или, ну вот, мне выпало киэко-5. Но к счастью у нас есть еще один автокейс, поэтому еще не расстраиваемся, и ждем когда что-нибудь крутое выпадет. Давайте будем тыкать на самые крутые, это моя тактика. Но я думаю она нифига не работает, потому что выпадает какая-то фигня уже очередной раз. Но, видимо, из-за того, что мне один раз выпала крутая тачка, и на этом все. Subaru WRX STI. То есть это тачки, которые, ну, все равно уходят в плюс, потому что любая тачка уходит в плюс с автокейса. Но в очень маленьких... Но еще в моем автопарке, именно в моем автопарке, а не в автопарке семьи, произошло небольшое обновление. До этого у меня был только вот этот вот гелик, который я выбил с автокейса. Ну и появилась новая тачка, которую я также выбил с автокейса, о которой я вам сказал расскажу. И это BMW M8, которая стоит 19 миллионов вертов. И я ее также выбил с автокейса, был очень рад, и я планировал ее себе купить. Но мне было жалко тратить столько денег. Ну а тут выпала с автокейса, поэтому почему бы не взять, я решил ее перекрасить. И, в принципе, пока я больше с ней ничего не сделал. Вообще, в будущем я планирую поставить на нее стейдж, хотя бы комфорт плюс, как на гелике. Ну и, в общем, хоть немного ее улучшить. В последнее время я катаюсь только на ней, потому что гелик мне надоел. И вообще, моя сестра говорит, что этот гелик, как у Влада А4. Это грустно, поэтому, думаю, в скором времени его перекрашу. Ну и, как я и говорил, моя семья стала очень быстро развиваться. Ну, точнее, она и до этого была очень крутой, но на какое-то время она умерла. Конкретно так просела, онлайна почти не было. Но сейчас я нанял несколько новых замов и продолжаю их активно набирать. Поэтому, если вы хотите стать замом в моей семье, то просто пишите мне ВКонтакте, и, скорее всего, вы попадете на замку. Денег у меня сейчас на складе 1 миллион 134 тысячи. Буквально вчера я снимал миллион, и вот сегодня еще один миллион. То есть, сейчас семья приносит стабильно по миллиону в день. Это, конечно, не особо много, и думаю, в скором времени их будет меньше, потому что люди уже не будут так много покупать ранги. Ну и давайте посмотрим по онлайну. Вообще, у меня сейчас, давайте посмотрим, сколько замов в сети по убыванию. У нас тут раз, два, три, четыре, ну, три активных зама на самом деле. И, ну, еще один скоро появится, даже два. И поэтому их будет еще больше. Сейчас ни одного нету в сети, но чаще всего, когда я захожу, они есть. Ну и тут у нас в семье... ...22 человека. До этого, когда я приехал с моря, был средний онлайн по 5-10 человек. Но сейчас 22, и мы продолжаем активно набирать новых людей. И, кстати, если вы хотите вступить в нашу семью, то все просто. Подъезжаете к нашему домику, который находится вот здесь. И сейчас, так как людей много, чаще всего вас, ну, скорее... Ну, на самом деле, я планировал то, что из автокейса выпадет что-нибудь крутое. Мы сейчас поедем тюни эту тачку и добавим в семью. Но так не произошло, и поэтому давайте откроем еще все-таки один автокейс. Потому что пока они меня очень сильно расстраивают. Честно говоря, я ожидал, что хоть одного из них выпадет что-нибудь крутое. Ну, и самое главное того, что у нас еще нету в семье. Потому что одинаковые тачки я добавлять не хочу. Ни в коем случае, потому что еще есть куча тачек, которые можно добавить. Ну, и смотрим Ford Mustang. Я не знаю вообще, что делать. Почему так мне не везет? Уже шестой автокейс, мне выпадает какая-то фигня. Ну, это, видимо, я теперь откупаюсь за вот эту вот тачку, которая у меня выпала. Но едем и купим что-нибудь для семьи. Потому что, ну, такие тачки я точно в семью добавляю. Пока я еду до БУ рынка, высокий, конечно же, класс. Я вам расскажу по поводу ДМ. Последнее время меня очень часто ДМят. Ну, в первую очередь из-за того, что я начал восстанавливать семью. Теперь ее хоть кто-то видит. И я очень часто вижу наши машины из семьи, которые просто ездят по карте BlackRush. И поэтому, конечно же, появляются проблемы, когда в семье есть люди. И вот первая проблема была, когда ко мне приехал какой-то чел. И просто так меня задеймил. Я сначала не понял, зачем он это делает. И после этого еще какое-то время он деймил. Но в итоге, когда мы позвали админов, он уже сказал то, что пусть твои люди не ДМят дальнобойщиков. Ну, и я бы сказал это намного раньше. Но почему-то он так долго ДМил и только после этого сказал. Я думал, что мы с ним разобрались. Потом я немножко отошел, и он меня снова задеймил. Но больше мы его не видели. Поэтому вроде бы с ним все решено. После этого в тот же день к нам приехали еще кучи народу, которые нас ДМили. Некоторые просто мои хейтеры. Может быть, я им не сделал прокачку аккаунта, например. Я сразу скажу то, что прокачки аккаунта я никому не делаю. Только по конкурсу. Поэтому можете не писать мне, дай денег, прокачай аккаунт. Я этого делать не могу. Ну и кроме заместителей, нам очень сильно помогали игроки, которые есть в семье. Они брали оружие и также защищали нашу территорию. Ну и естественно меня. Потому что в основном пытались убить именно меня. А так как я стрелять вообще не умею, поэтому меня было убить очень-очень легко. Ну и вроде бы все утихло под вечером. Мы где-то часов 5 это решали. Для меня это вообще был целый день. Потому что я проснулся часа в 2 и до 11, до 12 решал вот эти вот проблемы с ДМом. Ну точнее я это не один делал. Конечно же с заместителями, с игроками. За это им огромное спасибо. Ну и на следующий день снова приехал какой-то чел. Говорит, делай нормальный контент. И просто так взял, убил меня. Вот, кстати, скрин. Ну не скрин, точнее я просто сделал с телефона фотку. Ну вот такой вот чел. Я не знаю зачем так делать. Можно же просто... Ну и выбор тут не особо большой. Честно говоря, я ожидал большего. Потому что обычно тут очень много тачек. Ну и у нас тут гелик, который будет стоить очень дорого. Ну и я его не буду покупать пока в семью. Я думаю рановато. Там у нас вроде акула, если я не ошибаюсь. Но она у нас тоже есть в семье. Это у нас банан, за четвертый. Они у нас также есть в семье. F90 тоже есть в семье. Кадиллак я недавно продал, потому что им никто не пользовался. Ну и два выбора у нас есть. Это либо GTR, либо вот это вот BMW, если я не ошибаюсь, X7. Давайте посмотрим. Ну и честно говоря... А, X6. Честно говоря, я бы вот эту тачку взял, потому что GTR мне просто не нравится внешне. Поэтому я его брать не хочу. Но сейчас посмотрим, что по ценам. И уже сориентируемся, что будем покупать. Этот челик оказался мой подписчик. Может быть он мне сделает какую-нибудь скидку. И он хочет на саму в мою семью. И я так понял, он сейчас пойдет искать мой ВК и писать мне туда. Я надеюсь, что он сначала мне продаст машину, а потом уже будет проситься назад. Мы купим техпаспорт и госстоимость этой машины всего 7 миллионов 900 тысяч. И у нас тут, ну, пробег мне вообще не важный, но 7 900, давайте тогда посчитаем. Это у нас где-то 3 800. Будет она стоить в год слить. Поэтому давайте предложим ему, допустим, 4,5. И потом уже будем как-нибудь увеличивать. Потому что, скорее всего, от такой суммы он откажется. Нет, видимо, ему это не нравится. Давайте тогда попросим 5. Потому что мне, честно говоря, без разницы. 5.1 предлагали. Ну, давай тогда 5.1. Мне это как-то пофигу. Вот я уже и приехал. Кстати, подписчики, видимо, заметили то, что я зашел в игру. И сейчас начали мне звонить, писать в чат. Но с ними мы разберемся чуть-чуть попозже. Давайте все-таки сначала протюнингую машину. Ставим на нее вот такой вот цвет. Вроде бы ей идет. Давайте поставим черные диски. Потому что белые выглядят не очень. Товко ее мы тоже обязательно поставим. Ну, давайте все, как всегда, поставим по максимуму. Мы поставим фары, как всегда. Цвет фар такой же, как и у самой машины. Дальше у нас подсветкой тоже такую же делаем. И еще что у нас. Ну, стробоскопы я ставлю. И на этом все, потому что больше ничего на эту машину не надо. На это у меня ушло еще где-то миллион, я не считал. Ну, в общем, еще где-то миллион на это ушло. Но зато у нас есть новая тачка, на которой первое время точно будут кататься. Потому что новые машины всегда пользуются. Все, что я планировал, я сегодня сделал. Ну, и, кстати, у меня есть такая идея для ролика снять обзор своего аккаунта. Потому что у меня накопилось очень много денег, уже больше двухсот миллионов вертов. И я думаю, вам будет интересно посмотреть, какое у меня вообще имущество есть. Потому что то, что я вам показываю сейчас, то есть автопарк семьи и мои тачки, это еще не все, что у меня есть. И я думаю, вам будет это интересно посмотреть. Поэтому, если это так, то обязательно пишите об этом в комментариях. На этом видеоролик подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, включать колокольчики, чтобы не пропускать новые видеоролики. В последнее время вы меня очень радуете активом, и давайте продолжать в том же духе. Всем удачи, всем пока!